Ребята, огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Лена и сегодняшнее видео будет посвящено обзору вот такой вот коляски Yoyo Plus 3 2019 года. Я расскажу вам свои впечатления, вместе посмотрим все крупным планом и также будет сравнение с другой версией Yoyo Plus, которой мы активно пользуемся уже больше полутора лет. В общем-то, если вам интересно, то, конечно же, приглашаю вас к просмотру. Итак, коляска приходит в картонные коробки, достаточно компактно, по размеру все это выглядит. Что касается комплектации, первое, что здесь есть, вот такая вот большая сумка на липучке черного цвета, своеобразный чехол для того, чтобы коляску, если вы ее куда-то перевозите, либо в машине, либо хотите взять с собой в самолет, в общем, вы ее просто внутри пакуете и, соответственно, вот так вот у вас все это аккуратно выглядит. Далее, здесь есть вот такой вот летний вариант, это бамбуковый матрасик, тоненький зеленый, подстаканник, крючок для того, чтобы подвешивать сумки, затем большой полноценный дождевик, москитная сетка белого цвета, вот такой вот ремешок на руку для того, чтобы коляска от вас не уехала, ее можно цеплять на ручку и, собственно, отбивать вот так вот на руку у родителя. Естественно, передние бампера тоже идут в комплекте, но у меня сейчас они просто в сборе все выглядят, а так они снимаются и вот таким вот образом в коляске в комплекте лежат. Теперь давайте перейдем непосредственно к обзору самой коляски, у меня она вот такая вот в бирюзовом цвете, цвет называется Jasper, и мне кажется, что именно эта версия 2019 года, UU Plus 3, очень удачная, она действительно, особенно в сравнении с другими версиями, очень сильно выигрывает. Во-первых, здесь сейчас увеличенный размер колеса и плюс задние колеса больше, чем передние. UU Plus, которая была у меня, здесь мы такого не можем наблюдать, здесь колеса абсолютно одинаковые и между собой, и диаметр у них меньше. Это значит, что коляска стала более проходимая и теперь она сможет преодолевать гораздо большие препятствия, как мне кажется. Что касается конструктива, здесь сзади появилась вот такая вот планочка и она обеспечивает дополнительную жесткость коляски. Теперь корзина для продуктов, для того, чтобы складывать сюда какие-то покупки, полностью закреплена и это просто огромный плюс, потому что, допустим, в версии, которая была у меня, я сейчас покажу, что происходит, она здесь на липучках и на клепках, и на самом деле это просто ужас, потому что туда положишь что-нибудь, типа даже детских игрушек, несколько штук, и эти все липучки расстегиваются, клепки открепляются, и ты идешь, и у тебя вот так вот все просто наружу торчит. В этом, конечно, большой минус именно вот этой версии YOYO Plus. Я даже думала, что стоит ли это все, может быть, пришить, как-нибудь взять более клепким, но, честно говоря, потом просто на это дело забила и стараюсь корзину особо здесь не перегружать. В версии 2019 года этот вопрос абсолютно решен, теперь корзина никуда не денется. Также к ней есть классный доступ и со стороны мамы, и вот здесь вот с передней стороны. Плюс ко всему, когда вы сворачиваете коляску, вам не нужно выгружать отсюда вещи, то есть это все здорово сворачивается. Из таких важных моментов также у этой версии увеличена по размеру ручка по своей высоте, и это просто суперудобно. Несмотря на то, что мне и моя, в принципе, нравилась, но иногда хочется, чтобы она была чуть повыше, потому что если одеваешь какую-то платформу, либо обувь на каблуке, то невольно при высоком росте, у меня росту 75, мне казалось, что было бы хорошо, если бы ручка была, ну, хотя бы на чуть-чуть повыше. И здесь этот вопрос абсолютно решен. Это очень удобно даже для людей, у которых рост выше среднего, и тем более для мужчин, если папа идет гулять с ребенком. Вообще, что касается колясок Йоя, основное их преимущество, естественно, это легкий вес. Данная версия всего 6,5 килограмм, даже 6,4 весит, и классно то, что ее можно сворачивать одной рукой. У меня такое было неоднократно на протяжении всего времени эксплуатации. В одной руке ты можешь держать ребенка, а другой рукой спокойно сворачиваешь. Это все делается очень просто. Нажимается кнопка сверху, и зажимается вот эта белая часть, и коляска вот таким вот образом складывается и превращается вот в такую вот компактную. То есть ее можно спокойно поднять, положить в машину. Если вы путешествуете в аэропорту, я даже с ребенком зимой одна летала и брала эту коляску, то же самое. Я, кстати, не сторонник, чтобы брать коляски с собой. Раскладывается вот тоже так вот одним движением руки, и здесь до щелчка рама должна быть ровненькая, прямая, и тогда вы почувствуете, что она у вас никуда сама не сложится. Что касается путешествий, вообще эти коляски позиционируются как суперкрутой вариант для того, чтобы реально налегке путешествовать. Ее можно брать с собой в ручную кладь благодаря компактным размерам, то есть вы берете ее с собой в самолет и кладете куда-нибудь там на верхнюю полку. Но я такое, честно сказать, не особо люблю, не практикую, потому что мне кажется, это неудобно засовывать ее куда-то наверх, тащить с собой, когда у тебя ребенок. Я предпочитаю просто довести до трапа, как это обычно делают, ну, в таком вот виде, может быть, даже там ребенок сидит, вы выходите из автобуса, либо вы идете по рукаву, и там вы у трапа самолета оставляете, обычно просят ее сложить, и она уже там сама едет. Также после того, как ваш полет закончен, вы ее у трапа в таком же виде встречаете, и абсолютно никаких проблем не возникает. Теперь, что касается спального места для ребенка, сейчас у меня коляска полностью разложена. Максимальное положение спинки 175 градусов, что позволяет использовать ее с самого рождения для малышей, которые вот-вот только появились на свет. Здесь еще спереди есть подножка, которую можно выдвинуть, и тем самым мы полностью обеспечим вот такое вот полноценное спальное место, несмотря на то, что коляска компактная, здесь реально ширина очень даже хорошо позволяет, и длина тоже помещаться деткам. Им здесь удобно, комфортно спать, поверьте моему опыту. Единственный момент, что сиденье немного жестковато, как по мне, поэтому я использовала вот такой вот матрасик как дополнительная опция. Он здесь специальный для этой коляски, у нее прорези есть под ремешки, и вообще никаких проблем с жесткостью сиденья у меня не возникало. А самое вертикальное положение спинки, это такой сидящий вариант, 95 градусов. Регулировка происходит вот здесь вот сзади при помощи ремешков. Мы просто их затягиваем, и спинка у нас поднимается до нужного нам положения. Безопасность. Здесь есть пятиточечные ремни, вот такие вот, как для космонавта практически, с мягкими накладками. Ребенок здесь надежно зафиксирован. И еще дополнительная опция есть вот такой вот тканевый разделитель, который идет в цвет вашей коляски и крепится на передний бампер на клепочке. Бампера, естественно, остались такими же по форме, у них здесь передний такой доступ, при помощи кнопочки мы открываем и имеем хороший такой доступ к ребенку. Вам не нужно через верх его затаскивать в эту коляску. Тем более, что механизм проверенный, мы используем коляску на протяжении уже полутора лет, естественно, практически каждый день. И без конца ее складываем, раскладываем, используем передний бампер, эту кнопочку, ничего абсолютно с ним не случается. В этой версии бампер и ручка для мамы сделаны сразу уже в коричневом цвете, это эко-кожа. В предыдущих моделях такого не было, здесь были вот такие вот накладки, причем это была такая кожа, больше похожа на что-то искусственное. И накладки на замочках, они постоянно сползали, это было не очень удобно. Теперь проблема абсолютно решена, выглядит гораздо эстетичнее, приятно и не будет проблемы того, что они куда-то от вас будут убегать и скатываться. С задней стороны коляски мы имеем карманчик для хранения каких-то мелочей на молнии. Затем мы можем здесь открыть вот так вот, замотать, зацепить. И у нас, если жаркая погода, происходит проветривание, здесь сеточка полностью доверха, защищает ребенка. И если очень жарко, можно этой дополнительной опцией воспользоваться. Вообще, надо сказать, что тканевая часть этой коляски полностью отстегивается. Она здесь везде на молниях, на клепочках, можно ее вообще полностью разобрать. Что касается капюшона, он здесь увеличенный по размеру, глубокий. И вот так вот выглядит. В принципе, мне кажется, что этого более чем достаточно. Плюс ко всему, есть дополнительная такая часть на молнии, которая тоже позволяет капюшон еще увеличить. Но здесь просто сеточка для защиты от насекомых. Вот таким вот образом выглядит коляска. Она очень-очень маневренная, благодаря тому, что передние колеса имеют возможность крутиться вокруг своей оси на 360 градусов. Но те, кто не любит такого вращения, могут приспокойненько зафиксировать, потому что здесь есть такие на передних колесах кнопочки. Вы можете просто зафиксировать колеса прямо. Сзади также имеется ножной тормоз, который блокирует коляску и, собственно, не дает ей двигаться вперед. Это вот такая вот педаль. И еще пару слов мне бы хотелось сказать про коляски YoYo Plus. В том плане, что многие говорят, что эти коляски не для российских дорог, потому что у нас нет идеальных дорог. У нас постоянные камни, трава, песок и все остальное прочее. Поверьте, мы пользовались вот этой коляской с прошлого года, с марта месяца, как только более-менее снег сошел. И по сей день с ней абсолютно ничего не случается. Плюс раньше мы жили в маленькой квартире, и она постоянно у нас была в складном состоянии дома. Механизм складывания, раскладывания по-прежнему работает безупречно. Это было все на сегодня. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, что была для вас полезна и информативна. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно оставляйте их в комментариях. Также делитесь своим мнением, пользовались ли вы колясками YoYo вообще в принципе, или что об этом думаете. По-прежнему желаю вам потрясающего летнего настроения. Всех обнимаю и пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!